Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Что изначально вас привело в зал джиу-джитсу? Вы начали заниматься боевым искусством до того, как стали мусульманскими религиозными людьми Татарстана? Или какими-то единоборствами раньше занимались? Басмурдарь, рахмани, рахмани, рахмани. В детстве я два года занимался греко-римской борьбой классической. В свое время и занимался немножко тэквондо. Но вот что привело, мы знаем из истории, что даже, например, Шахабуддин, хазрат ляре, он был прекрасным борцом. Обладал таким, владел, прекрасно владел стилем, как кара-каплан. Мы сейчас мало что представляем об этом стиле, но знаем, что он был хорошим борцом и никогда не проигрывал. Акмуллани он писал, что Шахабуддин, хазрат, не знал поражений. Также это сунна пророка Мухаммада, что для правоверного мусульмана какой спорт остается, самый подходящий, что вот 100% он подходил и не было никаких нареканий. Мы смотрим, дзюдо прекрасно подходит, потому что закрыты все постыдные места, нет ударов в лицо, что тоже запрещено нашей религии. И, то есть, скажем, самбо, возникают некоторые проблемы с короткими шортами. То есть, джиу-джитсу подходит, скажем, татарская национальная борьба. Вот основные такие виды спорта, поэтому было трудно немножко выбирать, и не было большого выбора. И вот, как бы, джиу-джитсу, оно, то есть, это является борьбой. То есть, мы занимаемся классическим джиу-джитсу, это японская борьба. И в нашей религии это сунна, так как сам пророк Мухаммад, он занимался борьбой, боролся. Есть такая история, когда в местности Батха пророк встретился с Руканой. Рукана пришел с отарой овец, и он сказал, давай, Рукана был чемпионом Мекки по борьбе. И тогда он сказал, предложил пророку побороться. Пророк согласился, что ты мне дашь за это? Он сказал, я дам тебе барана, и пророк его побеждает. Он говорит, давай еще, что ты дашь опять? Еще дам барана. То есть, тот человек был, он не мог понять, как пророк, скажем, человек, религиозный человек, может его победить, ибо он чемпион Мекки. И вот он, проиграв несколько раз, пророк потом ему возвращает этих овец. Он говорит, если бы Господь тебе не помог, ты бы никогда не выиграл меня, и принимает ислам. Отсюда мы понимаем, что заниматься борьбой, это и есть сунна пророка Мухаммада, саляму алейкум, поэтому выбора у нас не очень много, или джидо, или джиу-джитсу, или что-то другое, но поэтому бороться это хорошо. Джиу-джитсу, если мы смотрим в историю, это борьба с мураев, то есть, это не нужно путать, например, с айкидо, с какими-то такими видами спорта, то есть, здесь нет никаких поклонов, земных поклонов своему сопернику, здесь практически отсутствуют какие-то медитации, этого ничего нет. То есть, вы даже сегодня сами увидите, есть разминка, есть отработка приемов, есть чистая борьба, то есть, ничего более, это техника, то есть, ты развиваешь свою технику, побеждаешь свои страхи, потому что перед тобой есть соперник, и это пригождается в жизни. Что лично для вас занятие джиу-джиу-джитсу дает? Лично вы что получаете? Ну, во-первых, человек приходит сюда в зал, два часа идет тренировка, отключаешься, забываешь о каких-то трудностях, о чем-то, то есть, это может быть некая разгрузка для человека, затем очень трудно заставить себя заниматься, вот, скажем, пришел ты в фитнес-зал, что ты будешь делать? У тебя два часа времени, ты посмотришь, кто-то написал тебе смс, написал что-то в WhatsApp, попил воды, и в итоге из двух часов ты, может быть, максимум полчаса что-то делал. Здесь же тренер не смотрит на твой статус, не смотрит, то есть, здесь очень много имамов занимается вместе с нами, ты бегаешь, как бы это заменяет зал, и ты чувствуешь себя сильным, ничего не болит, это прекрасно. А по канонам ислама может ли мусульманка заниматься единоборствами? Может, но есть определенные опять условия, чтобы, то есть, не было, скажем, то есть, не может же девушка обниматься с мужчиной, это очень сложно, затем нужно следить за одеждой, то есть, как она выглядит, но если все условия соблюдены, то проблем нет. Есть такие виды спорта, которые рекомендуют ислам, рекомендации ислама? Этим можно заниматься, этим нужно заниматься? Ну, мы опять же обращаемся к хадисам пророка, саллилал алейсалям, например, он рекомендовал учить своих детей стрельбе из лука, плаванию, верховой езде, также сам он боролся, и вот мы из этого видим, что спорт – это очень важная, основа в жизни каждого человека, и наш пророк Мухаммад, саллилал алейсалям также говорил, сильный верующий человек, то есть, он более любим Господу, нежели слабый верующий, но в обоих есть благо. Вы сам болельщик, за какими видами спорта следите? Следите ли за Олимпиадой? Ну, слежу постольку-поскольку, так как нет времени, и меня больше интересуют, лично меня интересуют виды спорта личностные, когда человек, например, борец или побеждает один, то есть, не командные виды спорта, потому что в командном виде спорта очень трудно себя проявить. У вас коричневый пояс по джио-джитсу, это дает право преподавания, этому боевого искусства нет желания набрать учеников? Ну, пока такой мысли даже не было, потому что нет и времени на это, то есть, мы себя чувствуем студентами, учениками в этом виде спорта, поэтому будем развиваться дальше. А вот учащиеся медресе как-то вывлекаются, заняты единоборствами, спортом? Нет, почему у нас здесь есть и шакирды медресе, и вот шакирды Мухаммадии, они в неделю несколько раз тренируются, то есть у них есть тренировка по борьбе. Замечательно. А сами студенты пока, на чисто вольной основе хотите заниматься? Нет, 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 зачем? Мы организовали, скажем, в спортивном комплексе, который называется «Москва», это недалеко от Мадреса Мухаммадия, два раза в неделю к ним приходят тренеры, они занимаются борьбой. Возможно ли создание группы медресе в Болгарской Исламской Академии? Ну, пока мы об этом не говорили, если будет желание со стороны студентов, то мы и поможем им в этом. В заключение, что бы вы сказали молодым людям, которые хотят заниматься восточными нераборствами, но сомневаются, разрешают ли это Ислам? А вот вначале я как раз и объяснил, что есть определенные правила, чтобы гаурат был закрыт, не было видно постыдных мест, у мужчин это от када колен, поэтому нужно смотреть на эти виды спорта. Дзюдо очень прекрасно подходит, прекрасный вид спорта, джиу-джитсу подходит, скажем, есть, может быть, есть и другие виды спорта, например, где нет ударов, прямых ударов в лицо. То есть спорт должен быть для того, чтобы человек, во-первых, развивался физически и смог себя защитить. Не нападал, не уничтожал кого-то, а защитил себя. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ